Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите передачу «Дискуссия» в прямом эфире на телеканале АТВ. И гость у нас в студии – кандидат примара в муниципе Камрад Николай Харлампович Дудоглов. Здравствуйте! Здравствуйте! Николай Харлампович, всеобщие местные выборы, до всех выборов осталось еще три дня. Скажите, победа за вами будет с первого тура? Ну, я вам скажу так, что победа должна быть не моя, а победа должна быть Камрадча. Мы работаем большой командой, у нас еще много есть независимых советников, которые баллотируются, есть шесть партий, которые выдвинули свои партии, они нас поддержали, мою кандидатуру. Поэтому мы общими усилиями, все-таки наша команда добьется успеха, для того, чтобы Камрад дальше работал, как и работал. Николай Харлампович, вы долгое время работали в примарии, работали примаром, очень многое сделали для города. Вот какие у вас еще планы есть на предстоящие четыре года? Какую предвыборную программу вы предлагаете сегодня Камрадчанам? Ну, мы идем на эти выборы, у нас семь основных приоритетов. Ну, я остановлюсь на самые главные, двух тогда давайте. Значит, в первую очередь, и я, в принципе, из-за этого и вернулся сегодня из парламента, ну, для того, чтобы полностью, значит, сделать все возможное, те проекты, на которые мы работали, их внедрить. Потому что сегодня мы видим, что в основном те проекты большими, которыми мы занимались, они приостановлены. Приостановился проект по капитальному ремонту домокультуры. Проект на 11 миллионов рублей. Мы, в принципе, когда я был еще примаром, мы договорились и получили первые 3 миллиона лей, но сейчас остановка. Я верю, что остановился ремонт и реконструкция дороги улицы Третьяковой, где проект 10 миллионов, значит, а свой на 4 миллиона. Также, значит, самый большой проект, это 27 миллионов лей, это ремонт очистных сооружений, без которого фактически город не может сработать. Но сегодня первый этап работ прошло и тоже остановки. И самое главное, что самый большой проект, на котором мы работали 3 года, открытый институт промышленного парка, я считаю, что это тот проект, который даст возможность и городу, до целой мегагрузии, и удвоит бюджет, и даст финансы и для регионального бюджета. А самое главное для города, это рабочие места. Сегодня и он остановлен. Поэтому, значит, в первую очередь я из-за этого возвращаюсь, я принял, значит, приглашение их от датайства Совета Старейшин, и иду на эти выборы. Чтобы не было у нас так, как у нас, я помню, начался строиться хирургический корпус, и вот уже 15 лет строится. Поэтому я сегодня возвращаюсь домой для того, чтобы эти проекты продвигать дальше, потому что мы знаем, с кем мы начинали работать, мы умеем эти двери открывать. Я, в принципе, дружу со всеми 16 министрами Республики Молдова, за которых я и голосовал. У нас есть хорошее отношение и с турецким президентом, и с агентством ТИКО, и с друзьями в России, и с, самое главное, международных организаций, которые разыгрывают конкурсы. Поэтому было бы, наверняка, очень неправильным оставаться в стороне и оставить, чтобы эти проекты были у нас долгостроены. Поэтому возвращаюсь, но скажу, что мне задали вопрос, Владимир Владимирович, а кто останется в парламенте? Знаете, в этом вопросе тоже, как говорится, повезло нам, потому что я ухожу с парламента, а с парламента идет следующий Гагауз, потому что в 26-м номерном списке идет Кармел Дудник. Поэтому Гагаузия, как говорится, не потеряет депутата парламента. Я возвращаюсь до того, что работает в Камрате, ну а гагаузский депутат все-таки будет еще один. Поэтому, как говорится, ничего от этого потеряно бы не будет. Ну а если говорить о следующих проектах, то сегодня мы идем, конечно, ну в первую очередь закончить все, что мы начали. Но второе, сейчас мы хотим предложить Камрату очень большой проект. Потому что в основном, значит, до этого мы занимались чем? Мы занимались в первую очередь садиками, школами, потому что нужно было привести их в порядок, потому что самое главное – это забота о наших детях. Потому что когда мы пришли, в принципе, текли все крыши, все садиками бегали, значит, окна продували. И было много проблем. Сейчас мы отремонтировали все подведомственные учреждения, дошкольные, дошкольные. И скажу, что сегодня наши школы и садики выглядят одним из лучших в Республике Молдов. Но, значит, нельзя говорить, что хозяин, когда строит дом, сначала делает кровлю, а потом делает все, что нужно во дворе. Но сейчас пришло время действительно внедрить в Камрате очень большой инфраструктурный проект. Поэтому сейчас мы в одно целое собрали, в принципе, самые главные наши проблемы и предлагаем горожанам проект на 4 года, который даст возможность, чтобы город имел совершенно новую инфраструктуру. И, естественно, что самый современный город. Что туда войдет? В первую очередь – это канализация во всем городе. Второе – это, значит, ремонт фактически и замена самотечного коллектора. Потому что если мы говорим о канализации в городе, то у нас по Калкогу проходит самотечный коллектор, который всего лишь работает на 10%. Поэтому если уже включать… Это коллектор обновится? Конечно, конечно. Да, да. Скорее всего, что… Для этого тоже есть проект? Значит, это с Министерством экологии у нас работа, мы давно работали. Там, в принципе, был разделен на три части большой проект. Ремонт главной насосной станции, которая уже, как говорится, реализовалась проект. Второе очистное сооружение и третий коллектор. Значит, один уже внедрен, второй внедряется, а третий проект готовый. Значит, это готовый проект в Министерстве экологии. Мы сейчас объединим, хотим объединить все в целом, чтобы это был один проект, с одним финансированием. Поэтому канализация первая, значит, коллектор – это два. Третий – это, значит, поднялись с грунтового вода, значит, нижней части Камрата. Мы пытались работать… Это тоже проблема номер один для города. Пытались работать с Академией наук, но я вам скажу, что, к сожалению, ничего такого не было нам предложено, что мы эту проблему решили. Поэтому мы начали работать сейчас с Одесским институтом урбанистики. Приезжал руководитель-специалисты. Мы с ними выезжали на, значит, нижнюю часть Туканяски. Мы смотрели речку Ялпук, улицы Варминска, улицы Достоевска, где вода идет сверху. Смотрели район третьей школы, где вода поднялась, что подвалы фактически полные. И скажу, что они обещали нам после того, как мы сможем предоставить проект, проект на свете документации, то они за несколько месяцев нам дадут предложение, как от воды мы можем избавиться. Можно говорить, что есть оборудование. Под водой, в принципе, под землей вода, в принципе, распределяется не везде, а есть по жилам, где они нам покажут дренажи и колодцы для того, чтобы избавиться. Поэтому мы включаем и эту проблему тоже же в этот проект. Это проблема грунтового ввода на уровне города, Камрата, Примарии. Это возможно решить? Я вам скажу, что все, что я сегодня говорю, это, в принципе, проблема, которым должны заниматься и Примария, и Сполком Гогозе, и руководство страны. Но я скажу, например, в Чадар-Лунге канализация есть, в Камрате нет. Но мы сейчас не должны обвинять себя, кто должен, кто не должен. Сегодня, если у кого-то есть поддержка, и кто-то, который может сегодня решить этот вопрос, иметь поддержку и в правительстве, и международных доноров, естественно, что должен взять эту работу на себя. Но при этом работать, конечно, совместно с руководством региональных властей. Значит, третье – это подземные воды. Четвертое – ливневики. Многие сегодня заговорили о дорогах. А ведь, в принципе, если строить современные хорошие дороги, и они очень дорогие, один километр для строительства дорог – это 10 миллионов лей. Естественно, что нам нужны ливневики для того, чтобы отвезти воды, которые идут, ну, в речку Ялпук. Поэтому это четвертое. Пятое. Значит, у нас уличное освещение фактически в городе сегодня есть. Но если мы перероем дороги, потому что частенько бывает замыкание, ветер, и горят целые линии по 10-15 ламп сразу. Поэтому мы хотим уже, как оно и современно, значит, сегодня во многих государствах, значит, все эти кабели, провода подвести тоже под землей для того, чтобы никаких замыканий не было. Значит, это, значит, пятый момент. И только после этого – это дороги и тротуары. Это, совмещая вот этот проект все в целом в один, мы сегодня нашли уже партнеров. Банк Европейского развития и реконструкции предложил нам партнера международную организацию голландскую, которая, в принципе, может большую часть, значит, дать нам средств для того, чтобы мы подготовили проект на спецнедокументацию. Я разговаривал в Министерстве экономики, Министерстве регионального развития и Министерстве экологии, где, в принципе, страна сегодня, значит, принимает документы для конкурсов именно на эти проекты. Потому что если, значит, делить отдельно, например, воду, канализацию или все остальное, это сложнее. А вот в таком едином варианте – это пилотные проекты, которые мы, в принципе, сейчас будем готовить для того, чтобы участвовать. Конечно, это не будет. Для этого нужны огромные деньги. Это нужны, в первую очередь, проект на спецнедокументации, где у нас уже есть сегодня партнеры, которые смогут нам помогать. Да, если часть помогут партнеры, часть мы найдем со своего бюджета, тогда мы сможем участвовать в таком серьезном проекте, где эти работы сериальные. Скажу, дороги – это самая главная проблема. Значит, но я встречался еще до башканских выборов с президентом страны Турции, встречался с руководством Тики, где мы получили поддержку, что мы получим на дороге деньги. Да, башканские выборы закончились, но наши отношения продолжаются. Поэтому, естественно, связи остались, мы будем продолжать наши отношения. И я уверен, что мы в городе этим вопросом и займемся. Но что сегодня, слушая даже моих оппонентов, я вам скажу, что все говорят, что это сделает. Мы тоже говорим, что это сделает, но мы говорим еще, где мы деньги найдем. И как? И как это сделает? Потому что без поддержки сегодня международных доноров, без поддержки увеличения бюджета – это нереально. Ну а для того, чтобы этот проект внедрить, конечно, это работа с молдавскими министерствами, это международными донорами, но есть, естественно, часть средств, которые из бюджета, для этого мы получили полностью пакет документов с правительством открытия в Кагузии, в Камрате, на институционально-промышленного парка. И скажу, что открытие промышленного парка даже на первом этапе удвоить наш бюджет. Поэтому, естественно, что мы сначала говорим о финансах, а потом говорим и работаем. – Николай Харлампович, вот мы наблюдаем о том, что действительно сегодня все кандидаты, которые идут в примары, все говорят о том, и первый вопрос, который они будут решать – это канализация водоснабжения. Но вот вы давно работали в примарии, работали, и мы работаем давно на телевидении. Мне помнится, что прошлый СОЗО, очень муниципальный совет, очень активно обсуждали этот вопрос. Что произошло на тот момент? Почему все-таки вопрос канализации водоснабжения не решился? И вот сегодня опять все говорят об этом. – Ну, я вам скажу, что, в принципе, мы за последние годы, можно сказать, что это наша маленькая победа. Потому что мы сегодня имеем воду круглосуточно. Ну, давайте по одному. Ну, давайте начнем с канализации, потому что, как говорится, много разговоров, почему канализация дорогая. Ну, так, конечно, пару лет назад мы нашли партнеров, которые, был большой проект, который мы могли внедрить в Камрате, который, значит, как раз ставил цель заменить полностью канализацию городскую, значит, часть водопроводной системы, где она, значит, прогнила, и после этого, значит, действительно, деньги и на дороге. Ну, к сожалению, мы этот проект потеряли, потому что, значит, когда в хозяйственный вопрос вмешивается политика, мы этот проект потеряли из-за политических соображений. Ну, наш проект ушел дальше на север, значит, мы, в принципе, участвовали, значит, мы участвовали, что должны были получить 15 миллионов евро для этого, ну, перехватил его Бельцы, которая сейчас, Бельцы, Сороки, там, 4 или 5 районов, получает 30 миллионов евро для такого же проекта. И он достаточно успешно там сейчас внедряется. Ну, если говорить, что тот проект мы потеряли, ну, что, жизнь продолжается, идем дальше. Сегодня, вот, например, я коснусь канализации. Канализации в городе у нас всего лишь 25, ну, от силы, если уже посчитать, даже то, что люди сами делали, мы наберем 30%. 30% канализации. Ну, значит, ну, каждый человек, Камрате, имеет дома септик, в том числе, как я. Вот септик дома есть, мы пользуемся водой, значит, купаемся, все это собирается, в дальнейшем мы приглашаем, значит, машины, это в основном частники, значит, плотями, они выкачивают у нас канализацию, и дальше куда они выливают? Они выливают в общую же городскую канализацию. Естественно, что 25-30% плоти пользуются все 100%. Поэтому она не может быть дешевле, или сегодня дешевой, потому что 25% населения не могут оплачивать за 100%. Если сегодня сократить цену, то она полностью, мы не сможем оплачивать электроэнергию. Конечно, были предложения и руководства Суканала, что давайте мы заварим эти люки, чтобы никто туда не мог выливать. Но если бы мы это сделали, то вы представляете себя, ну, 75% гаражам, которые выкачивают свои канализации, где это бы все выливали? Это вокруг Камрада. Камрад превратился в большое, извиняюсь. Поэтому, в принципе, мы знаем, что та цена, которая сегодня на канализацию, конечно, очень высокая. Но, к сожалению, мы еще изменить не можем, пока не получат канализацию каждый дом. А если у нас будет 100% канализация в городе, то уверяю вас, что она снизится на три, а возможно, на четыре части. Если коснемся воды, я вам честно скажу, вот переключусь, скажу, слава Богу, что мы ее имеем. Ведь мы начинали с чего? Мы начинали с того, что когда я стал премьером города, Камрад получал воду два раза в неделю. И я скажу, что тогда я встречался с многими, ну, уважаемыми людьми Камрад, и даже сейчас они мне шутят. И когда мы свою программу предлагали, они говорили, что не надо ничего, только один вопрос, сделайте, чтобы вода в Камраде была круглосуточно, потому что это позор, приглашает гостей, и нечем даже после дороги, или человеку даже, значит, искупаться. Поэтому я скажу, что то, что сегодня у нас есть вода, это проведено было последние годы огромной работы. После того, когда политика вмешалась, наши хозяйственные дела, и мы потеряли тот проект, над которым мы работали, я скажу, что мы вынуждены были искать дополнительные средства, для того, чтобы Камрад мог получать воду. И скажу, что да, действительно, нам это удалось. И Министерство экологии, и ФИСМ, и другие наши партнеры. Мы фактически для того, чтобы подать сегодня город воду круглосуточно, ну, нам понадобилось где-то порядка 8-9 миллионов лей. И здесь давайте остановимся, что эти деньги не бюджетные. Потому что в бюджете эти деньги ни за что бы они не взяли, невозможно такие деньги взять в бюджет. Что бюджет у нас 47 миллионов, и с этих 47 миллионов 30 миллионов это садики, и все полностью, все хозяйство Камрата это 17 миллионов. Вы представьте, что с бюджета можно, значит, за год отобрать 9 миллионов? Конечно нет. Мы сначала заменили глубинные насосы. Потому что глубинные насосы были еще, говорится, старые турецкие, когда только вынерялось, они, в принципе, очень много электроэнергии употребляли. Для того, чтобы меньше употребляли, меньше платили, чтобы эконом не было. Да, эконом не было. Мы заменили главные насосы, значит, поменяли глубинные насосы. Дальше поменяли откачивающие насосы. Глубинные насосы в порядке, по-моему, 3-3,5 миллионов лей. Значит, откачивающие насосы еще в пределах 400 тысяч. Потом отремонтировали главную насосную станцию 4,5 миллиона лей. И вот набирается 8-9 миллионов для того, чтобы мы сегодня могли иметь воду круглосуточную. И добавлю, значит, Чадарунги, значит, прошел очень серьезный проект. 2-3 года назад 6 миллионов долларов было внедрено для того, чтобы Чадарунга заменила водопровод. В дальнейшем... У него она дешевле? На годах сейчас коснусь этого. Вот полтора года назад Чадарунга получила еще проект. 5 миллионов евро – это грант на канализацию. И 2,5 миллиона евро было взяты в кредит и заложен в бюджет Гагаузи. Из-за чего, я думаю, что очень скоро начнутся большие проблемы. Но при этом вода в Чадарунге дороже, чем в Камраде. То есть такие огромные деньги пошли туда. Но у нас сегодня вода 16-й, а у них порядком около 17-ти лей. И при том, что у них вода буркутная, они даже не подключили фильтра для того, чтобы очищать, потому что вода была бы не 17-я, была бы 20-22. А у нас, значит, в Камраде, там воду добывается прямо в Чадарунге. У нас в Камраде, к сожалению, нет подземных резервуаров. И Камрад получает сегодня воду Чехмаданского водозабора. Это глубинными насосами мы его выкачиваем. Это огромные средства. Потом 24 километра мы его дальше толкаем в город. В городе мы его распределяем, и тогда город получает воду. Поэтому я не хочу ни в коем случае, как говорится, обманывать наших людей. Вода может стать дешевле в том случае, если будет канализация во всем городе, и она другого чуть-чуть будет перекрывать. Потому что канализация будет дешевле, и тогда она может понизиться. Ну или же другое, энергоресурсы. Если дешевле станет электричество, бензин, газ, потому что одно тянется на другое. Я не хочу выглядеть, как некоторые наши политики. Помните, в прошлом году некоторые политики полетели в Москву, пришли и сказали, что цена на газ для ГГУЗ будет 50%. Что получилось? Выборы прошли, все забыли, ничего нет. На следующий выбор сказали, что мы вам всем пенсии подаем. Выборы закончились, пенсии тоже никто не поднял. Поэтому в реале я могу сказать одно, что слава богу, что вода есть, и мы ее будем подавать. Мы отремонтировали 100 колодцев, для того, чтобы люди, которым дорого могли, значит, проводить воду в колодцах, чтобы не тратить. Значит, в дальнейшем мы еще отремонтируем 70 колодцев. Поэтому вода будет 100%. Дальше она подниматься в цене не будет. Ну а ниже только в том случае, если мы получим новую канализационную сеть. Хорошо. Ну и Николай Крампович, расскажите немножко вот о проекте с Домом культуры. Что конкретно еще вы будете делать? Ну это, я скажу, что у нас проект, один из лучших проектов Республики Молдово. Значит, работы начались. Подрядчик, скажу, что довольно-таки очень быстро, потому что мы фактически деньги в прошлом году получили во втором полугодии. Да. Первые деньги внедрены, порядком более трех миллионов внедрено, но еще есть для получения для этого проекта 7 миллионов. Скажу, что это капитальные вложения страны. Это деньги идут с капитальные вложения страны. Здесь нет ни одной бани с нашего регионального бюджета или с Камрадского бюджета. Но, значит, в дальнейшем для того, чтобы мы получали основную часть средств, естественно, что нужно работать с правительством, нужно с премьер-министром для того, чтобы получить средства. Я уже как депутат парламента, я обращался. Значит, сейчас в первом полугодии в стране не утверждалось капитальное вложение, оно будет утверждаться во втором полугодии. В одном из тех моментов, почему я вернулся, потому что нужно эти вещи не оставлять, а нужно ходить, добиваться, потому что каждый район просит средств. И скажу, что проекты начинаются везде. Но у нас вот долгострой, значит, помните, у нас хирургический корпус как начался? Вроде начали и 15 лет строят. Еще не достроили. Да, еще не достроили. Поэтому, естественно, что я, значит, мы уже получили первую часть средств. Естественно, что я уже разговаривал и с профильными министерствами, что обязательно, значит, в этом проекте для того, чтобы на капитал вложение уже предложено правительству, что часть средств, которые пойдут для капитал вложения, значит, именно для Камрата, для реконструкции домокультуры. Дополнительно мы работаем нашими турецкими партнерами. 100 тысяч евро выделяет Союз Муниципалитетов Тюркского мира. Они закупают полностью кресла для нашей домокультуры. У нас будет порядка 700 кресел. Потому что кроме зала, да, кроме зала еще будет балкон. Поэтому кресло, можно считать, что у нас есть, ну и средства, которые мы должны добиться в правительстве. Работа есть, но я уверен, что у нас это получится. Но зато мы будем иметь самую современную, значит, не домку, а уже дворец культуры. Скажите, Николай Иванович, а вот по озеленению города, вот есть что-то ваше предвыборное программство у нас? Да, да, конечно, есть. Я вам скажу, что действительно сейчас очень важна инфраструктура. Но, значит, озеленение деревьев растут, как говорится, медленно. Вот у нас сейчас современный парк. Да, у нас на юге они не растут почти. Деревья маленькие, они должны расти. Поэтому мы в своей программе отмечаем, что мы начнем массовую посадку деревьев. Ну, это, конечно, и внутри города. Но очень важно, что мы за городом практически полностью вокруг города оселенили. Такие-то леса. Да, да, да. И мы планируем эту работу, значит, работы совместно с лесхозом. У нас довольно-таки хорошее отношение, есть понимание. Мы даже некоторые наши, значит, наши приморейские земли иногда даже меняем с лесхозом. Где у нас есть неудобства, где они могли сажать деревья. Поэтому в этом вопросе будет максимальная работа. Потому что мы видим, что, ну, во времена, когда вот июнь, июль месяц, горится земля, плавится асфальт. И, естественно, что может спасти? Только леса, которые притягивают тучи, которые дают возможность, чтобы были у нас дожди. Поэтому этот вопрос, которым будем заниматься. Я вам скажу, что мы всегда этим хотели заниматься и всегда поддерживали это. Но каждый год есть своя программа, свои планы. Я уже коснулся, что... В один год все невозможно. Да, 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 можно все. Сделано на городе очень многое. Как говорится, с пепой только не заметит то, что есть. Но когда оно быстро меняется, хочется больше, больше, больше. Конечно, мы к этому как бы и привыкли, и к этому идем. Но если вернуться назад, вот, например, когда я стал только примаром города Камрад. Ведь выросло новое поколение людей. Новое поколение молодежи, которые в то время, кто-то был в первом классе, кто-то в втором классе. Они уже не помнят, что у нас света не было. А те, которые постарше, да, и свет не помнят, и воду не помнят, и школы, значит, они не застали. И садики они не помнят, какие они были. И сколько спортивных площадок у нас. И вообще то, что город у нас стал современным. Ну, в этом вопросе я вам скажу, хочу добавить, прошу прощения, чуть-чуть перехожу на следующее, наверное, к вам. Ну, вот, значит, мы коснулись озеленения. Озеленение обязательно нужно, потому что мы в городе, в принципе, те участки свободной земли, которые было, значит, мы их реализовали экономическим агентом. Почему мы это делали? Я вам скажу, что, ну, есть экономисты, а есть дилетанты. Дилетанты все время недовольны всем. Что интересно, что сами могут купить кусок земли. И это хорошо. Но обязательно смотрят чужой огород, а почему тому продали или тому продали. А я скажу, что в Примарии была программа, и эта программа вышла с первого дня, благодаря которому сегодня город и стал такой современный. Потому что в основном-то эти дома, значит, предприятия, рестораны, магазины, это же не строят Примарии, это строят частники экономические агенты. А Примарии в свое время просто, например, человеку реализовал кусок земли, который бюджет раньше, почему бюджет у нас вырос? Потому что если раньше за аренду, за год за эту землю получали тысячу лей, то сегодня этот кусочек, который дает от 40, 50, 60 тысяч лей. Потому что там, значит, раньше, говорится, была маленькая будочка, а сегодня современный магазин. Современный магазин, где там работает 5, 6, 7, 8 человек. Это куча всяких налогов. А для того, чтобы она построилась, если человек сам покупает эту землю, его частная, я вам скажу, он обязательно детей на заработки в России, жена в Турции берет кредит и обязательно на клочке земли строит что-то такое, которое уже их часть на собственность. Каждый человек хочет оставить что-то, значит, вложить и оставить своим детям. Что это пускай будет семейный маленький бизнес. Поэтому я скажу, Камрад в этом отношении ушел далеко вперед от всех городов. Поэтому наши, значит, мои друзья, примары, Тараклеи, Виссарабки, Кантемира, Лева, все говорят, почему Камрад развивается. Потому что мы вовремя, значит, неделили этот проект. Те, которые берегли каждый кусочек земли, сегодня земля стоит полтора миллиона, и его никто не покупает. Потому что за такую цену человек не купит для того, что дальше вкладывать средства. А у нас развитие пошло. Поэтому сегодня вы видите, что город растет, растет как греб, потому что мы, в принципе, могли дать возможность толчка, дать человеку землю. И дополнительно мы в этих условиях всегда поддерживаем их для того, что они строились. А вот по поводу помним, не помним, я хочу предложить вашему вниманию и вниманию наших телезрителей посмотреть небольшой сюжет, этот сюжет без комментариев, чтобы мы вспомнили, вот что у нас было и что стало в городе. Это один из ярких проектов, которые реализованы в нашем городе. Смотрим сюжет. Убрать эти сухие деревья и посадить молодых, чтобы здесь был порядок в парке, а то весь народ отсюда проходит. Наверное, отстреливать, я думаю. Других мер я не вижу просто, их очень много. Мы с Кирсова. Каждый день, каждый день, или через неделю мы приезжаем сюда. Их надо застрелить, мне кажется, что-то с ними делать. А вы смотрите, какой тротуар, они сверху нам. Пачки-то это не дело. Немножко люди проходят дальше. Хотим, чтобы горожане обсудили замена старых деревьев. Не стопроцентная, но частичная замена старых деревьев и посадка новых декоративных деревьев. Это синие ели. Потому что мы другого выхода не видим. Каждый год, на протяжении уже восьми лет, что я работаю, каждую весну эта проблема у нас есть. Я не знаю, что тут будет. Если это будет что-то под евро, будет очень шикарно. Для нашего Камрата особенно. Думаю, что очень красивая будет зона. Думаю, что очень красивая будет. Это все архивные материалы. Есть у вас комментарии по поводу этого проекта? Сложно было работать в таких условиях? Вы знаете, я скажу, что у нас, к сожалению, все проекты в городе проходят через очень большие проблемы. Почему? Потому что всегда есть оппоненты. Не то, что они не хотят поддержать, они понимают, что это будет хорошо. Но вот оппоненты всегда делают все возможное. Помешать, не дать. Обязательно появляются сплетни. Вот что у нас было в Центральном парке. Ну вот мы увидели эпизод, как люди и возмущались, потому что было столько ворон, и сухие деревья. Скажу, не раз обращались там наши святые батюшки, святой отец, что город прокляли. Вороны со всех сторон. Гар, гар, не дают, значит, службу провести, и люди не могут провести. И вот тогда, скажу, что чисто валимым решением. Меня и прокуратура вызывали, и коррупцию вызывали, и что, и мы продадим парк, и будет одни бутики, все остальное, деревья спилили. И столько негатива было, страшное дело. У меня тогда, по-моему, голова и тогда и побелела. Но в конечном итоге мы все-таки довели это до конца, и мы имеем сегодня современный парк. То же самое было и с площадью. Значит, когда площадь была, помните, у нас там, все время мы его латали, первые же дожди убирают, латки. И все говорили, ну когда будет хорошая площадь? Только когда начали ремонтировать, реконструировать площадь, и начали снимать первые слои асфальта, сколько разговоров? Готово асфальт портят. Да ничего не будет. Какие затраты? Сегодня мы имеем современнейший, герецентральный площадь, который сегодня только в Бельцах и у нас такой. И мы имеем действительно очень хороший парк. И этот парк стал именно толчком для того, чтобы мы открывали еще другой, более большой и современный парк, над которым мы работаем. И скажу, что он это тоже не слова. Проектно-смертная документация готова, и 7 миллионов, как говорится, в Министерстве регионального развития, где министерство готово нам выделить. Когда мы говорили одно слово о парке, скажу, что министр за голос возил, неужели это будет Камрад? Это даже для Кишинева очень много. Ну, возвращаясь в Камрад, я скажу, что действительно мы, скажу, и даже то, что мы этих ворон отпугивали, то, что мы им гнез запортили. Они за ночью были обратно. Это, в принципе, и грех. То, что сегодня нам удалось убрать старые деревья, и они, как говорится, переселились в другие места, это, как говорится, здорово. Это здорово, растут новые деревья, и парк очень хороший. Какие-то еще зоны отдыха будут в Камраде? Ну, значит, в нашем программе есть, в первую очередь, потому что есть уже проект, снова же, над каждым проектом нужно работать несколько лет. Кажется кому-то, что вот захотел, объявил, сказал, а почему не сделал. Каждый проект длится по два, три, четыре, иногда даже пять лет. Конечно, везде свои проблемы. Даже когда человек начинает дома строить дом, когда он начинает собирать документы, он говорит, все, уже не буду строить, пока забрал себе документы. А в Примарии, представьте себе, это раза три больше документов нужны. Это экспертизы на каждое, это геодезия, это столько всего, действительно, очень тяжело. Но шаг за шагом все это делаем. Поэтому следующее, это строительство парка Сокольников. Значит, 20 гектаров земли, 10 гектаров, это будет чисто лес, мы его огородим, очистим, посадим еще деревья, часть деревьев там уже есть, там будут скамеечки. И такое, значит, это будет дикий, как говорится, лес, чтобы люди могли пойти гулять, отдыхать. Там будет, естественно, что убираться. А вторая часть, это уже с инфраструктурой. Там будет у нас и летний кинотеатр, и аквапарк, и велотрек, детские площадки, фонтаны, 50 беседок для отдыха, значит, людей. Это современный еще и парк, там будет место для всех побратимых городов. Я думаю, что они в своем стиле, в своей стране, что-нибудь такое там тоже, как говорится, построили. Парк Дружбы, да? Да, да, именно бульвар Дружбы. Что, например, Турция в своем стиле, Россия в своем стиле, Венгрия, например, в своем, Кипр в своем, Чеченцы в своем. Я думаю, что это удивительный парк, который действительно, ну, нужно дождаться до этого. Нужно дождаться до этого. Надо работать над этим. Конечно, потому что в Примаре никогда не работают с одним проектом. Мы сразу работаем 10-15 параллельно. Да, здесь идет быстрее гарантированное, перекинываемое суда. Второй, третий, четвертый, пятый, ну, в конечном итоге все они движутся, и что-то получается. Еще многих интересует вот зона вокруг озера. Там что-то планируется? Да, 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 как раз, как говорится, я, значит, остановился на парке Сокольников. Значит, с первого дня, когда мы начали работать, я вам скажу, что все, что мы планировали с первого дня, если мы это не успеваем, значит, мы, когда я начал работать в второй остров, перекладываем на вторую программу, третью программу. Нет ни одного, чего мы хотели бы не сделать, и мы его просто отклонили со своей программы. Да, к сожалению, с озером у нас не получилось в прошлый раз. Мы, в принципе, работали ему с Сильво и Министерством сельского хозяйства, но, к сожалению, не нашли таких проектов для того, чтобы очить озеро. Но мы не сдаемся. И мы сейчас, говорю, и в программе Сома включили, что мы можем искать партнеров. И сейчас, скорее всего, есть очень много европейских проектов, это большие деньги, значит, именно экологического фонда для того, чтобы, значит, привлечь, значит, средства, это грантовые средства, и вместе с хозяевами, как говорится, там уже часть земли выкуплена, это там у нас было раньше АО «Балык», значит, государственное было предприятие, а сейчас она приватизирована, АО «Балык», совместно с ними мы хотим очистить полностью озеро, и, естественно, что берег, берег взяла для зоны отдыха. Зона отдыха, что там и катамаразы, и лодки, но, снова же говорю, это не будет за один день. Это снова большая, кропотливая работа. Но она в программе есть, и над ней мы будем работать. – Ага, Николай Грандович, многие вас обвиняют в том, ну, не вас, а в премарию, что нету генерального плана в городе. Вот что в этом плане делается? – Знаете, у нас, в принципе, почему-то, если кто-то сказал, кто-то услышал, третий повторил, а четвертый уже передал, как говорится, еще в такой форме, которую Камсан захотел, я вам скажу, что эта проблема, конечно, была. Сегодня генеральные планы города имеют только 2% городов Республики Молдово. Почему? Потому что это очень дорогое удовольствие. Но мы еще 4 года назад заказали генеральный план. И каждый год мы оплачиваем, мы оплатили уже 250 тысяч лей. – То есть над этим идет работа? – Конечно, работа идет, урбан проект работает. Значит, центральная часть города уже полностью, значит, проект есть. Сейчас делается окраина, но для того, чтобы получить этот проект на руки, нужно еще миллион лей. То есть это дорогой проект. Значит, если мы говорим о других вещах, где гранты, где средства низбюджета, мы их находим. Но здесь мы должны платить, здесь нет такой грантов, чтобы сделать генеральный план. Это с нашего бюджета. – Но если бюджета прямой? – Ну, когда с бюджета миллионы лен уже забирают, естественно, что мы не закроем одни садики или школы для того, чтобы забирать. Поэтому мы частично оплачиваем. К сожалению, конечно, мы могли бы иметь поддержку, так как Амрад, даже столица Гагозии, с региональных властей, при утверждении бюджета, что цель направленно, значит, дать деньги для того, чтобы, значит, город имел, как говорится, на руках геймплан. Ну, за все время, которое мы работали с теми башканами, которые весь, ну, к сожалению, они об этом говорили, что мы не имеем геймплана, но ничем не помогали. – То есть питьковать, питьковали, а? – Да, а бюджет же ведь как составляется? Некоторые думают, что как будто примария сама себе составляет бюджет и сама тратит как хочет. Да нет? Бюджет составляет управление финансовым. Это исполком, как его здесь, структура исполкома башкана. Они составляют бюджет, дают утверждение на Родном собрании, на Родном собрании утверждает, и потом на выполнение дают примарий. Если они запланировали нам такие-то затраты, мы это сделаем. А если они не запланировали, мы должны искать новые источники. И вот, например, 250 тысяч, то, что мы заплатили, это источник, который мы нашли. Потому что в нашем бюджете они даже этой суммы не дали. Поэтому, значит, я думаю, что с новыми властями у нас работа пойдет. И скажу, что мы уже сделали первые шаги. Значит, работая долгое время в оппозиции, но, несмотря на то, что мы работали в оппозиции, мы добились очень хороших, положительных результатов. Сейчас, когда, значит, я, конечно, очень хотел стать башканом в Гагузии, я не буду, как говорится, врать, мы для этого много работали. Но я скажу, что у меня была еще большая мечта, чтобы башкан был из Камрада. Потому что у нас не было ни разу наших камрадских башканов. Не удалось мне. Но сегодня башкан в Гагузии из Камрада. Поэтому сегодня, я думаю, что и премария, и исполком Гагузии 100% найдут общий язык. Мы уже сделали первый шаг. При утверждении исполком о Гагузии в нашей команде есть 10 депутатов народного собрания. Мы вот встретились, договорились. И, в принципе, я убеждал, и другие депутаты, что нужно утвердить исполком. Хотя у некоторых были вопросы к некоторым начальнику управления, которые добираются из Камрада. Но мы определились, что давайте, пускай этим вопросом занимается башкан, а мы утверждаем исполком, значит, идем на примарские выборы, выигрываем примарские выборы и дальше совместно работаем. Для того, чтобы работать. Честно скажу, наверняка жители Чедер-Лунги и его, конечно, нас не поймут. Если примарка Мрата и башканска Мрата будут в дальнейшем ругаться. Поэтому я считаю, что в этом вопросе уже налажено нормальное отношение, и оно будет дальше продолжаться во благо нашего города. Вот, кстати, очень многие горожане задают нам такие вопросы. Как будут складываться отношения, если вы будете примаром, как будут складываться отношения примара и исполкома к ГАУЗе? Вот на этот вопрос... А я в этом вопросе скажу, что нам даже не столько, сколько нужно помощи и поддержки, сколько, чтобы нам не мешали. Ведь с прошлым башканом работая, у нас получилось так, что иногда приезжали, значит, три организации сразу нас проверять. Коррупция с Кагула, счетная палата с Кишинева, прокуратура с ГАУЗе, и все одновременно, мы уже шутили, что очередь займите. Но, несмотря на это, 11 лет работы, ни одного уголовного дела, как говорится, на примарию не было. Но я сейчас уверен в том, что работа... Значит, мы, говорится, не один год работали, есть и команда, есть уже практика, есть, говорится, и навыки. И ту работу, которую мы делали, она наоборот сегодня поможет исполкома ГАУЗе. Не в том, чтобы нам подставляли плечо, а мы подставим плечо, потому что мы долго работаем и знаем, как это делать. Вы вот все эти годы наработали хорошие связи, вы немножко коснулись этого и с центральными властями, и с Турцией, и с Россией. Вот скажите, это для реализации, для развития города помогает? Ну, я вам скажу, что сегодня наверняка Камрад в этом отношении находится на первом месте в Республике Молдово. Потому что ни один примар не имеет столько поддержки и связи. Извне, да? Да, извне. И то, что находится у нас в стране, и то, что находится вне. Даже, например, возьмем примара Кишинева. Да, Кишиневский примар пользуется, например, авторитетной возможности работать с правительством. Но он не может работать с Турецкой Республикой, потому что у нас есть нормальные отношения с Турцией, у нас есть нормальные отношения с нашими побратимыми партнерскими городами. Это и Сокольники Москва, и Татарстан. Это тоже, кажется, наши, ну, кажется, по крови друзья. Сам Бог велел, что мы дружили. И с чеченцами мы дружим. Естественно, поэтому сейчас я скажу, что то, что наработано за это время, за 11 лет, конечно, я не могу сказать, что это получилось так очень быстро. С каждым годом по шагу, по шагу, по шагу. Но сегодня мы имеем действительно очень много знакомых, очень много, значит, организаций, которые мы вхожи туда. И мы сегодня действительно получили у них серьезный, как бы, авторитет. Потому что проект, если ты выиграл, в дальнейшем нужно его правильно внедрить. А внедряя его только тогда, значит, организация, которая работала, мы получаем доверие. Поэтому сегодня Камрад имеет доверие и посольцев, и международных организаций. И я уверен, что в дальнейшем это даст возможность хорошо работать. И скажу даже и следующее. Ведь, в принципе, это небольшой секрет. И Камрад, и даже все Гагузи об этом знают. В принципе, почему я проиграл Башканский выбор? Я поддержал ту партию, которая, как говорится, не совсем популярна в Гагузи. И это дало некоторые моменты, что, так говорится... Некоторые минусы. Да, некоторые минусы, и мы проиграли Башканский выбор. Но сейчас, в данный момент, на примарских выборах... Ведь я и говорю с моими партнерами, что мы из-за вас проиграли Башканские выборы. Поэтому сегодня те министерства, которые близки к вам, являются вашими партийцами, уважаемые друзья, вот сейчас пришло время вашей поддержки к нам. И уверяю вас, что никто даже не оспаривает. Поэтому у нас есть возможность, естественно, обращаться сегодня к многим министерствам и быть первыми. Не в последнюю очередь, а быть первыми. Я, например, очень дружусь с министром регионального развития, министром транспорта и дорог. Эти министерства, одни из самых богатых, будем сказать, министерств. Потому что богатые. Самые большие средства, которые реально помогут. И именно эти министерства, которые могут у нас, как говорится, давать нам проекты, гранты, которые мы можем реализовать и решать все свои проблемы инфраструктурные. Потому что я вот слышал, я вчера был на дебатах на ГРТ, встречался, как говорится, с моими коллегами, моими оппонентами. И я вам скажу, что я ни в коем случае не скажу ни об одном оппоненте, ни одного слова плохого. Но я вам скажу, я послушав веки, я понял, что они хотят вернуться на 11 лет назад. Потому что в основном каждый хочет, как говорится, не то, что да, я хороший там хозяйственник, я буду то-то, то-то делать, я постраиваюсь, экономюсь, все остальное с бюджета или с помощью региональных властей. Да невозможно с нашим бюджетом о чем-либо думать. Если бы мы думали, что, например, 8-9 миллионов найдем на субканал от своего бюджета и получим от региональных властей, мы ждали бы еще 20 лет. И воды в Камрате бы не было. Значит, те проекты, которые внедрены в Камрате, это не за деньги, как говорится, Гаузии. Все, значит, крыши нашей школы, везде, садиков, везде сегодня хорошие кровли. Но это деньги не с Гаузии. Мы заменили окна, двери. И тем более не из примарии бюджета. Не из примарии и не из полкома. Да, есть там, как говорится, часть 10-15 процентов, это контрибуции, которые даст наш бюджет. Но в основном это деньги, которые мы привлекли. Поэтому, конечно, сегодня, идя на выборы примара города, естественно, что мы должны четко понимать, что завтра, став примаром, нужно будет решать глобальный вопрос. Что если мы говорим о дорогах, это 1 километр 10 миллионов. Если мы говорим о канализации, это 5-6 миллионов евро. Если мы говорим о отводе грунтового вода, это еще 1-2 миллиона евро, потому что это большой проект. Если мы говорим о коллекторе, это еще порядком 7-8 миллионов лей. То есть эти деньги, которые нереальны, чтобы они были в нашем бюджете. Потому что идти и думать, что ты хороший хозяйственник, и ты своими руками что-то придумаешь, что-то сделаешь. Мы же помним времена Капшан-Джи. Я его честно говорю, что я его уважал и уважаем. Но мы помним, чем занимался примар. Нужно помочь жителям, потому что нет канализации, вырыть туалет. Он, за случай, рукава шел, копал и делал. Значит, появлялись дыры в городе, он брал лопату, и он тоже выгружал. Но этим самым мы можем еще 100 лет это выполнять и решиться. Сегодня 21 век. Сегодня мы должны, Камрад должен участвовать, как столица Гагаузи, во всех международных проектах и привлекать серьезные инвестиции и гранты. И чем больше, тем лучше. Конечно. И ни в коем случае не делить направо-налево. И российские, и турецкие, и европейские, неважно какие. Главное, чтобы эти деньги были безвозмездные, не кредитные. Что мы могли в городе развивать? Николай Франкевич, вот очень много жалоб поступает от горожан по поводу обслуживания. Скажем, даже вот приходят в поликлинику за какой-то справкой. И вот отношения. Вот как улучшить вот это? Я понимаю, что это не в компетенции примара, но все-таки я задам этот вопрос. Вот как изменить культуру отношения чиновника и обычного горожанину? Ну, давайте мы поликлинику и больницу не тронем. Они находятся, как говорится, не в нашем ведении. Они находятся в ведении реадминистрации. Но давайте мы коснемся примарий. Значит, конечно, я вам скажу открыто, что и в примарии, к сожалению, есть и работники, которые, ну, огрызаются или даже грубят. Потому что когда мы их принимаем на работу, работников, ну, вроде бы они все такие ласковые и понимают, что им работать с людьми. А проходит год, два, три, четыре. И они об этом забывают. Им уже хорошо в кабинетах. Они уже, как говорят, чувствуют себя хозяевом положения. И начинаются грубости. Я, значит, об этом сказал и говорю, что, естественно, что... Ну, вот мне задали вопрос, значит, на одном из собраний, по-моему, на ДСУ. Первое ваше решение какое? В первую очередь, это кадровый вопрос. Пришло время, чтобы немножко, как говорится, просеять. И те люди, которые не умеют работать с людьми, значит, ну что же, если ты не умеешь работать с людьми, пожалуйста, сапу руки и на поле. Там нету людей, оскорблять некого. Работать там. А те, которые должны работать с людьми, они должны иметь терпение, уважение. Я не буду хвалить себя ни в коем случае. Но у меня слышат сегодня все, наверное, комрачания. Я скажу, что я ни одного человека за 11 лет не выгонял из кабинета. Я ни одному своему, говорится, работнику даже выговора не давал. Потому что всегда приходится выслушивать. Всегда для того, чтобы принять решение, выслушивать я одну и другую сторону. Конечно, принять решение, как говорится, чтобы все были довольны, возможно. Но во всяком случае, людей нужно выслушивать. Поэтому в этом вопросе я скажу, что должна быть твердость руководителя. В этом отношении я считаю, что где-то были у меня и ошибки. Нужно признавать свои ошибки. Конечно, я могу сказать, что я не могу следить за всем коллективом. Ну что ж, были сигналы. Ну что ж, сегодня пришло время. Как говорится, идем на новые выборы. Как раз время для того, чтобы команду обновить, команду омолодить. Для того, чтобы она могла работать. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Время у нас, конечно же, ограничено. И очень коротко, может, минута ваше обращение к нашим избирателям. Значит, уважаемые избиратели. Ну, остается несколько дней до выборов. Я скажу, что мы провели очень честную, хорошую кампанию. Мы ни в коем случае не пачкали, не трогали наших оппонентов. Для того, чтобы объединить город, потому что прошли парламентские выборы, башканские выборы, город полностью раскололся. И ругаются и братья, и сестры, и родители. Мы, значит, посоветовавшись с нашими святыми отцами, батюшками, с прихожанами, в принципе, приняли решение и сделали все возможное, чтобы отвезти наших людей по святым местам. Мы были в монастырях, были в Хынку, были в Куприяновке, были в Александровке, были в Сахарне. И я скажу, что вот эти моменты, которые есть, они, в принципе, немножечко, я скажу, уже объединили наш город. Потому что, когда люди молятся, они молятся о себе, молятся о нашем городе. А я очень хочу и мечтаю, чтобы город был един, и чтобы мы могли спокойно работать, ни в коем случае не откликаясь на споры, на скандалы. Поэтому хочу обратиться ко всем нашим жителям, дорогие наши жители, дорогие наши избиратели. Пожалуйста, 14 числа подарите один день жизни нам, а уверяю вас, что мы 4 года своей жизни подарим нашему городу. И через 4 года, уверяю вас, Камрад сегодня уже привлекательный, но через 4 года Камрад станет самым красивым городом Республики Молдова. Значит, я частенько езжу к нашим друзьям в Чечню на День города. Есть там традиция. Один раз в год, значит, президент России привозит губернаторов в Чечню для того, чтобы показать, как идет работа в Чечне. Я тоже мечтаю об этом, чтобы через 4 года наш премьер-министр или президент привозил примаров Республики Молдова показать, каких успехов добился Камрад. А для этого, в первую очередь, единство. И, значит, та программа, которая у нас есть, те партнеры, те друзья, которые есть, работая вместе, вместе с нашим населением, уверяю вас, у нас это получится. Спасибо. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Сегодня мы представили вам предвыборную программу кандидата в примары муниципе Камрад Николая Дудогла. Николай Харлампович, желаем вам победы на выборах. Программу провела Елизавета Ротарь. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире.